так был вопрос если какие-то упражнения для укрепления мышц корпуса и баланса статики потому что вроде человек ничего не может найти потому что наверно нет и потому что вот те упражнения которые мы делаем он не может пока делать вот если упражнение в статике на баланс и на укрепление корпуса значит на баланс упражнения это те упражнения нет просто на баланс мы пока разделим. На баланс это на баланс? В статике? В статике на баланс? Не бывает упражнений. Что такое статика? Это неподвижное положение тела, в котором вы представляете, что вы напрягаетесь. Что такое баланс? Баланс это нахождение, ну это прям совсем по-простому, нахождение вашего тела в пространстве, то есть в пустоте какой-то. То есть в этот момент вы какой-то точкой можете касаться, либо ногами вы стоите, либо попой вы сидите, а все остальное тело вы пытаетесь удержать ровно, чтобы вы не увалились вперед, влево, либо вправо. Тренировать баланс без какого-то движения вы не сможете. Болтания. Да, просто в статике, да, это я не знаю, это может быть вас как-то подвязать, зафиксировать за голову вверх, попой посадить, да, и вы пытаетесь, и то вы все равно будете как-то двигаться. То есть такого я не знаю. Может кто-то вам поможет и знает. Да, тренировка, вот сел, оторвал руку, оторвал вторую руку. Баланс, как начинается тренироваться? Сел, вот держишься, там что вперед не падает. Даже не держишься, даже если вы вообще прям, я не знаю, вот, тряпочка, листик на ветру, да, то вот вас посадили, вот там посадили, вам ноги поставили в упоре, как надо, чтобы они... Как я раньше был. Да, вы так пытаетесь держаться руками. Даже если у вас шейная травма, и у вас нету движения вообще в руках, то есть, ну, вот прям опусти руки, как будто у тебя их нету, да, ты их нету, вот, ты падаешь полностью, то в этом случае... Ой, не забыли. Крепкий парень, да? То есть вы высаживаете, выставляют вам руки, если у вас сгибаются локти, вам одевают специальные ортезики, чтобы локти не сгибались, вот таким вот образом выкладывают ваши ладошки, если они в кулачках, значит, хотя бы в кулачках, и придерживают за спину, чтобы вы не упали назад. Если вы падаете вперед немножечко, да, падаете вперед, можно там живот поставить, чтобы упирался человек, вы опять его балансируете, говорите, чтобы макушечкой тянулся вверх, выпрямлял спину и пытался удерживаться. Если в этот момент вас как-то шатается, вы все равно стараетесь стремиться вверх. Человек, который рядом с вами, он вас немножко там пытается ловить, вы будете так вот, как... Ну, болтаешься, я помню такое свое состояние. Да, да, состояние, болтаешься, все, вас раз, говоришь, держись, держись, и вы пытаетесь каким бы то ни было способом себя удержать. Вначале это секунды буквально, потом вы дорастаете до минуты, потом эти минуты растут. Это и есть первое упражнение на баланс. Ничего другого на баланс, начинания, ну, блин, нету. Это что касается баланса. Что касается статических упражнений на мышцы корпуса, это различные вдавливания. То есть вы лежите на спине и прям пытаетесь представить, что вы вдавливаете полностью свое тело в постель. Прям вот как будто хотите упасть на этаж ниже. Да, находитесь в этом напряжении, считаете свои, ну, вот это состояние до 10 секунд, и затем расслабляетесь. Ну, постепенно увеличиваете. Это, наверное, ну, не знаю, даже, может, и единственное упражнение в статике для мышц корпуса. Точно так же вы лежите из положения там на животе, если вас переворачивают. Точно так же на боку вжимаетесь, да, то есть вы как-то пытаетесь толкаться. Потому что что такое статика? Статика – это напряжение без движения, да. Тренировать мышцы корпуса просто в статике – это лежать и вдавливаться, да. Все остальное там уже как будто ни было участвует динамика, то есть какое-то движение. Что, в принципе, быстрее будет вам тренировать ваш корпус. Если есть, конечно, такая возможность. То есть какие-то повороты на бок, движения руками, пытаться отрываться от поверхности подушки. Это на пресс-упражнение. Это все тренировка вашего корпуса. То есть тоже вопрос не совсем раскрыт. То есть, например, вы умеете уже сидеть или не умеете? Вы, возможно, еще просто лежите, да. Или вы умеете сидеть, но не умеете вставать. Чем шире вы описываете свой вопрос, тем развернуто я, более развернуто я смогу вам на него ответить. Чтобы получить правильный ответ, ну, вот просто. Нужно уметь задать правильный вопрос. Да, вы задаваете вопрос правильно. Описываете свою травму, что вы умеете делать, и тогда уже будет более подробно. Вы же спрашиваете про себя, а не гипотетически, да, какие есть упражнения для мышц корпуса. Их масса, статические, ну, какие-то напряжения, еще что-то. Я пытаюсь просто уже догадаться. Например, раз у нас канал про травму позвоночника, да, там шейно-грудной отдел. Значит, скорее всего, раз поясничный, да. Значит, скорее всего, вы не умеете сидеть, раз у вас возник такой вопрос. Хотя, может, я ошибаюсь, и, может, вы уже умеете и сидеть, и стоять, и даже ходить. И вообще у вас не такая травма, вот как у нас был сегодня вопрос с переломом таза. Поэтому, если вы опишите чуть больше саму ситуацию, я смогу чуть больше лично для вас ответить. Так, и еще какой-то. Субтитры сделал DimaTorzok